А я берёсу обняла, прижалась клещикою, война мужа забрала, осталась я кровью. Антонине Алексеевне в августе исполнится 94 года, но несмотря на возраст, она с искрой в глазах играет на балалайке и поёт частушки, некоторые из которых сочинила сама. Музыкой увлекается с детства, выступала и на большой сцене. Сейчас здоровье не позволяет, но играет для себя и друзей. Где-то услышу, где-то прочту, а желание у меня было ещё с детства. Коров посла, и там дедушка один сделал удочку, дудочку мне, и она этой дудочке всё играла. Мне так хотелось было. Утомлённое солнце тогда, вот это в моде было. У меня желание было, но у нас не было возможности. Нищета, сами знаете, голод, нищета, в семье много детей, и у меня не было возможности. А так уже, как раньше играла на этой балалайке в детстве, так я и пользуюсь иногда, чтобы настроение поднялось. Антонина Алексеевна родилась в 1926 году в Сибири, в Кемеровской области. В юношеские годы дались тяжело, была война. На груди медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 года. Началась война, папу забрали на фронт, у нас осталось пять детей у мамы. Я бросила шестой класс и пошла на работу. Давали хлеба по 300 грамм, а чтобы получить побольше, я спустилась в шахту. Работала на породы отборки. Но потом меня перевели на железную дорогу. И вот на железной дороге я работала, пока отец с фронта пришел. Тяжелая работа была. Шла на работу, мама давала бутылку квасу наливала, две-три картошки, если было, и кусочек хлеба. И 12 часов работала на железной дороге. А тогда прогул нельзя было сделать. Ребенок ты или не ребенок работали за родину, за Сталина. Сделаешь прогул, тебя судили. Не разбирались. Вот так работала, пока отец с фронта пришел. Потом уже пришел с фронта раненый. Я уволилась и пошла уже работать в пекарне работала. После войны решила перебраться во Владивосток, где работала сначала в буфете, потом в магазине, в котором трудилась до пенсии. Здесь же и обзавелась семьей. Глядя на Антонину Алексеевну, не верится, что ей 93 года. Секрет молодости, по ее мнению, прост. Потому что работы было много. Жизнь в 90-е годы какая была. Тоже так же перебивались. Лишнее не переедало. И нечего было. Жизнь я довольна. Сейчас жизнь хорошая. Дмитрий Беломеснов, Денис Фадеев. Новости на восьмом.